Музыка Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я расскажу вам сегодня о подзимнем посеве различных овощных сельскохозяйственных растений. Посев таких растений, их семян под зиму, является очень выгодным с точки зрения экономии времени по весне. Весенний период бывает очень сжатым, времени всегда не хватает. И если уже что-то посеяно, какие-то посевы осуществлены, это очень большое подспорье в весенний период. Грядки уже освобождены от растений предыдущего периода. Внесены удобрения осенние, содержащие достаточное количество калия и фосфора. Внесена печная зола, если она у вас есть, как раскисляющий агент, а также как подкормка кальцием и калием. Если золы у вас нет, стоит на кислых или слабо даже кислых почвах внести известь или мел. Все это хорошо делать под осеннюю обработку почвы. То ли вы ее скапываете, то ли вы ее рыхлите. В любом случае эти мероприятия очень и очень полезны. И вот эти грядки, особенно если они не засеяны сидоратами, остаются пустыми. Что же с ними делать? Конечно, очень интересно подумать о том, что посевы могут быть сделаны и сейчас в осенний период. Осенний посев семян имеет несколько подводных камней. Хотя, если знать подробности, если все сделать правильно, такой способ посева растений будет весьма успешен. Прежде всего, давайте поговорим о сроках посева семян подзимы. Многие отказываются от этого хорошего агротехнического приема, боясь, что они не смогут соблюсти правильно сроки, посеют семена слишком рано. В этой связи семена прорастут и погибнут от зимних морозов. Доля правды в этом безусловно есть. В этой связи подзимний посев семян окружен целыми большими ритуалами. Люди набирают в ведра землю, хранят ее дома, делают заранее гряды с тем, чтобы когда придут основательные морозы, высеять такие семена уже непосредственно в поле, в полевых условиях. А сверху засыпать теплым грунтом. В отношении многих семян это все очень правильно. Дело в том, что такие семена, как свекла, могут проснуться достаточно рано. А также различные луки, это и репчатый лук чернушка, это и многолетние луки, лук батун, например. В этой связи, да, действительно, такие семена плохо перезимовывают в том случае, если они посеяны слишком рано. В то же время не так сложно отказаться от посева этих семян в осенний период. Потому что и всех остальных имеется значительное количество. Для того, чтобы правильно подобрать беспроблемный ассортимент семян для посева под зиму, просто пронаблюдайте ситуацию в вашем огороде. Если какие-то растения легко размножаются у вас самосевом, в этом случае они же и будут наиболее успешными при осенней посадке семян. В первую очередь стоит говорить о такой культуре, как укроп. Она сеется сама очень успешно, прекрасно семена перезимовывают. Причем семена могут падать в землю в конце августа, в начале сентября и ничего с ними не происходит плохого. Они прекрасно перезимовывают. В чем же дело, в чем суть этого явления? Дело в том, что семена всех зонтичных растений, за исключением разве что пастернака, содержат высокие концентрации эфирных масел и веществ, которые препятствуют раннему наклевыванию семян. Именно эти растения в первую очередь и надо высевать. К ним относятся укроп, к ним относятся различные виды петрушки, листовые, корневые петрушки. К ним относятся, конечно же, и кориандр кинза. Вот эти все растения очень хорошо высевать в гряды под осень. В течение зимы эфирные масла и прочие ингибиторы прорастания семян разрушаются, вымываются, попадают в почвенный раствор. И в срок наступления благоприятного периода для прорастания семян, семена прорастают, дают хорошие всходы. Родственные этим зонтичным растениям является морковь. Дело в том, что морковь относится точно к этому же семейству. Ее семена характеризуются теми же самыми признаками такой туго всхожести. Поэтому морковь это второе место, номер два, овощ, который будет высеваться. Среди сортов моркови, которые надо подбирать для осеннего посева, необходимо подбирать наиболее ранние сорта. Почему? Потому что как раз лёжкость моркови, лёжкость поздних сортов обеспечивается длительным сохранением их в поле. А это можно обеспечить и при весенних, даже поздневесенних посевах. Некоторые практикуют посев поздних сортов моркови, которые предназначены для хранения, даже в ранний летний период. А осенью есть смысл выселать семена именно той моркови, которая предназначена для раннего потребления без какого-либо хранения. Поэтому чем более ранний будет сорт, тем больше смысла будет в этом осеннем посеве семян моркови и тем успешнее будут ваши посевы. Следующее место занимают всевозможные пряные травы, относящиеся к семейству губоцветных. Это мелиса, это лаванда, это мята, это может быть и сок, это может быть чабёр, чабрец и весь то большое многообразие пряно-ароматических и лекарственных растений, которые очень необходимы буквально в каждом саду и которые очень хорошо высевать под зиму. С чем это связано? Это связано с нормальной физиологией таких семян. Дело в том, что вот, например, та же лаванда, она очень плохо всходит, если не проходит фазу охлаждения. Многие, наверное, сталкивались, я тоже сталкивался с тем, что высевая лаванду в ряды, в открытый грунт весной, можно вообще не получить никаких всходов. А если по какой-то причине эта грядка не была перекопана, то через год уже после зимы лаванда может сходить. Более того, некоторые семена могут сходить ещё даже через год, то есть пролежав две зимы в земле. Ну, это вообще характерно для многолетних пряно-ароматических растений этого семейства. Ну, надо сказать ещё, конечно же, о салатах. Буквально все салаты очень хорошо переносят под зимний посев. Это и стандартные такие латуки, листовые или качанные салаты, это также и зеленые овощи из семейства крестоцветных. Ну, это рукола, это может быть горчица салатная, это может быть крест-салат и все другие. Вот они очень хорошо переносят такой подзимний посев. Надо сказать, что если крестоцветные овощи наклюнулись даже в земле, то, как правило, семена хорошо перезимовывают в почве и переживают зиму даже в наклюнувшемся состоянии. Это связано с тем, что у вот этих крестоцветных овощей есть системы озимого развития. Ну, вспомните, озимый рапс, озимая сурепица и другие растения. То есть, они вообще хорошо, в принципе, переносят вот это раннее развитие и перезимовку, наступление холодов. Поэтому всё многообразие вот таких крестоцветных листовых овощей также можно сажать под зиму. Стоит также под зиму посадить такие ранние виды капусты, как кальраби и как листовая капуста кале. Они также хорошо переносят зиму и даже если вы их посадите в какие-то ранние сроки, немножечко раньше, чем, может быть, это стоило бы сделать, в этом случае, ну, можно надеяться всё равно на успех. Вот редис. Редис тоже относится к крестоцветным растениям и тоже хорошо перезимовывает, хотя и быстро наклёвывается. Но вот его, то есть, система сохранения этих семян, она связана не с тем, что они долго наклёвываются, а с тем, что у них есть система такого сохранения в течение зимнего периода. У редиса здесь есть две позиции. С одной стороны, ранний такой вот, скорее даже, ну, поздний или очень-очень ранний пассив. Редиса позволяет получить хорошие, сочные овощи для раннего такого овощного стола. С другой стороны, по многим сортам, отмечу, по многим сортам, наблюдается такое явление, как стрелкование, как цветушность. То есть, пережив вот такой вот период охлаждения, корнеплодные овощи зачастую не формируют корнеплод, а выбрасывают цветонос. В этой связи нужно подбирать только такие сорта, для которых указано, что они устойчивы к цветушности. Ну, как правило, в описании это указано. Если не указано, откажитесь от посева редиса таких сортов. Точно так же стоит отказаться от посева репы, редьки и других крестоцветных корнеплодов. Вероятность того, что они уйдут в цветуху, очень и очень высока. Что ж, таким образом, что касается свеклы и лука чернушки, для них действительно для осеннего посева необходимо делать такие танцы с бубнами, с устройством ранних грядок, с заготовкой земли в ведрах теплой, для того, чтобы посеять семена и потом засыпать. Что касается всех вот этих остальных, перечисленных мною овощных растений, их можно высевать и в мягкую землю, но уже в позднеосенние сроки. Если речь идет о позднеосенних сроках, то оптимальной является погода, когда даже на ярком солнце гряды не делаются мягкими, когда оттаивает только буквально полсантиметра грунта, не более. В этом случае можно быть уверенным, что ранние всходящие семена, которые боятся морозов, что они не взойдут, что они пролежат в земле, что они хорошо сохранятся. Что касается нормы высева семян, то конечно она должна быть немножечко увеличена на 30-40%. Это связано с тем, что выживаемость проростков по весне ниже, чем в том случае, если вы высеваете растения весной. В то же время растения, посеянные с осени, развиваются гораздо лучше, потому что они начинают свое развитие в оптимальные для себя сроки, они сами чувствуют это накопление температур, какая весна будет и соответственно синхронизируются с погодой. Им, как правило, хватает влаги. В то же время они зачастую уходят от традиционных вредителей. То есть они уже начали свое развитие к моменту активного лета вредителей, распространения, отрождения вредителей. Они уже перешли некую наиболее уязвимую фазу. Недостатком раннего такого развития растений можно отнести то, что одновременно на грядках развивается и достаточное количество сорняков. Поэтому с ранним развитием растений на грядках подзимнего посева готовьтесь к тому, что вам нужно будет и рано приступить к прополкам. Не стоит делать такие посевы на тяжелых глинистых почвах. К сожалению, они имеют свойство по весне замываться, формируется корка, формируется какой-то плотный слой и, соответственно, семенам трудно всходить. Выходом для такой ситуации является заготовка легкого такого плодородного компоста, когда вы засыпаете гряды. Не тем грунтом, который у вас есть в огороде, а каким-то более легким, специально подготовленным. Ну и не забывайте о мульчировании этих посадок. Я часто даже у себя на участке наблюдал по весне образование трещин. В эти трещины стремится потом вода, она размывает, замывает гряды и так далее. Растения трудно развиваются. Вот для того, чтобы предотвратить образование трещин, образование каких-то эрозивных явлений, водной эрозии, необходимо делать хорошее, мощное мульчирование этих гряд, которые в том числе защитит также гряды и от мороза. Ну и надо помнить, что осеннее устройство мульчи привлекает всевозможных вредителей, таких четырех лапых, мыши и прочее. Поэтому обязательно в саду, в пристройках хозяйственных раскладывайте приманки для того, чтобы снижать популяцию этих вредителей, чтобы они не повреждали ваши гряды. На этом я с вами прощаю, задавайте свои вопросы, всегда буду рад на них ответить. До новых встреч!